13.05 в Кирове. Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает Игорь Витальевич Олин, директор школы в Ахрушах, историк, блогер. Здравствуйте, Игорь Витальевич. Добрый день. Хочу перекинуть мостик с нашего дневного разворота. Мы уже начали с вами это обсуждать до эфира. Это позиция нашего сенатора от Кировской области, Олега Казаковцева, которым он буквально только что озвучил, что необходимо вернуть распределение в полной мере, как это было в Советском Союзе, студентов, которые окончили бюджетное отделение, в том числе педагогические прежде всего, вот вернуть его в практику. Как вы на это смотрите? Я не согласен с этой позицией, потому что мы тогда вернемся вне экономическим методом примуждения распределения вот этих рабочих мест, вместо того, чтобы находить какие-то методы привлечения молодых педагогов экономически, чтобы было бы разумно для рыночной экономики и демократии возвращаться в советские времена. Я думаю, это все-таки ушедшая эпоха, и это неправильно. Так, тогда я вам поцелова, когда темы, которые мы хотели сегодня обсудить, есть с чем связать. Одна из тем была как раз работа над изменением программы целевого приема абитуриентов, в том числе на педагогические специальности. Обсуждался этот вопрос 14 октября в правительстве на селекторном совещании. Презентовал его Дмитрий Медведев. Там же также участвовала, естественно, Ольга Васильева. И они говорят, что несмотря на созданные тепличные практические условия целевой программой, она работает неэффективно. Вы согласны с этим? Вот здесь как раз есть какие-то рыночные механизмы. Да, я считаю, что вот эта как раз программа целевого приема, она вполне разумная. Но не работает. Тут речь вот о чем. В школьном коллективе, например, администрация школы, педагогический коллектив, увидели толковые ребята, которые желают работать по педагогической профессии. И, мы уже чувствуем, вполне могут с этим справиться в будущем. И их отбирают, заключают с ними договор, заключают договор с ВУЗом и направляют на целевое обучение. И этот студент, он уже уверен, что после окончания ВУЗа у него будет рабочее место. Он-то сам хочет здесь работать. Это не распределение. Распределение – это когда ты закончил ВУЗ, и тебе говорят, ага, ты вот... Он в Кирове всю жизнь жил, ему говорят, поезжай-ка, ты сейчас в Верхнекамский район, там есть в одной деревушке, значит, это место, и ты там будешь работать года три. В советские времена еще жилье могли предоставить. Там же был свободный какой-то жилищный фонд. Ну и запросы у людей были другие. То есть там современному молодому человеку скажут, ты поезжай туда, где нет, например, интернета, там каких-то других социальных благ, и ты там же... Ну я не знаю, как это вообще. Это не согласовываться даже с интернет-травой человеком. С другой стороны, это экономически эффективно, когда ты учишь пять лет человека, а он потом вообще не идет по специальности, что в последние десятилетия с педагогическими как раз специальностями и случалось, в связи с чем у нас образовался мощный дефицит, как одна из причин. Да, но это серьезно, конечно, тоже проблема есть. То есть государство со своей стороны выполняет обязательства и участвует в выручном механизме, а второй участник не несет никаких обязательств? С другой стороны, вот сегодня молодой учитель начальных классов, который придет работать, например, первый, второй, там, третий класс, он столкнется с какой проблемой? Он не может брать много часов, что, например, в старшей школе порой у нас есть. Не может вести 30 часов, потому что он с утра и целый день должен работать вот с этими малышами. Их не оставить, да, ни на перемену. Потом он ведет в неурочную деятельность, проверяет тетради, там, что-то, еще чем-то заниматься, с родителями работая. То есть целый день. У него нагрузка 17 часов плюс там несколько часов неурочной работы. И так как у него нет стажа, нет категории, то он будет получать примерно 9 тысяч рублей. То есть мы о чем сегодня говорим? Давайте будем решать вот эту проблему. Давайте увеличим оклад базовый для того, чтобы, о чем, кстати, министр тоже образования говорил, давайте увеличим базовый оклад для того, чтобы у нас вот этот молодой специалист, который, в принципе, хочет работать, но чтобы у него это желание не отбивалось тем, что он просто столкнется с массой бытовых проблем, когда на эти 9 тысяч он просто не сможет нормально жить. И он, ну если нет мужа, так скажем, да, в основном, женщины работают, у членов начальных классов, нет мужа, там хорошо зарабатывающего, она просто будет искать другое место работы в силу даже того, что элементарно себя прокормить нужно. Да, вот мне кажется, это надо все увязывать в проблему низкой оплаты труда, незащищенности учителя по многим позициям, а дальше уже говорить о целевом приеме. То есть вот сейчас то, что говорят Васильева вместе с Медведевым, это не решает проблему нехватки. Нет, почему они обратили внимание на такие моменты, на то, что вот в этом договоре, который обычно сейчас заключается, та сторона, которая направляет человека учиться, она не берет на себя никаких обязательств чем-то его обеспечить. Да, у муниципалитетов чаще всего, наверное, и нечем обеспечить, но во всяком случае об этом пока не думают, много других проблем, то есть если ставить такую задачу, может быть, ее возможно было бы решить, чем обеспечить. Да, вот у нас есть, например, в области работы программы подъемных, да, вот человек, если он хорошо учился, студент, хорошо окончил вуз с пятерками и попал в какое-то количество лучших, он там получает выплату 100 тысяч рублей, это неплохо, это хорошая программа. Для сельских учреждений, кто в село пришел работать, там есть определенная программа, тоже какие-то подъемные выплачиваются. Все эти вещи, они, так скажем, хороши, но, наверное, пока еще недостаточно, раз мы испытываем недостаток притока молодых специалистов в школу, значит, еще надо над чем-то думать. Вот, в частности, над этими обязательствами перед молодым человеком, что ему могут дать. Ну, конечно, вот была такая программа, жилье строили, да, для учителей в нашем районе. У нас в Ахруше, кстати, был построен дом, и у нас два учителя получили в этом доме квартиру, служебное, жилье. Что такое вот служебное жилье для учителя? То есть, когда он имеет там право жить, и когда он уже не имеет? Получается, что это служебное жилье только на период, пока трудовые отношения. А потом пенсии и что? Да, и когда, вот тоже у нас вопрос возникает, что если человек, например, отработал тут всю жизнь, потом... А на учительскую зарплату очень сложно купить квартиру. На пенсию ушел, то есть здесь, мне кажется, это тоже момент, надо как-то бы дорабатывать. Например, по выслуге лет. Да, если человек отдал школе 20 лет, что потом эту квартиру у него отбирать, тоже вот не совсем понятно. А эти идеи озвучивались где-то вот насчет жилья? Вы встречались с этим? Нет, ну, вот единственное... Понимаете, за 20 лет вот один дом и две квартиры. За 20 лет получили две квартиры, а сколько учителей это там уже пару, может, несколько сотен работало в этот момент. То есть, конечно, вот у учителя действительно зарплата такая, что он не может себе сегодня позволить накопить на жилье даже в течение всей своей трудовой деятельности. То есть вопрос вот этой жилищной проблемы тоже надо каким-то образом решать. То есть все упирается в финансы в итоге? Ну, конечно. Зарплата, квартиры, бюджеты и финансы. И в связи со всем этим, мы знаем прекрасно, в каком состоянии у нас бюджет и какая экономическая ситуация и в стране и в мире есть нам чем, да? Сейчас сказать, почему у нас денег нет. В связи с этим, вы считаете, проблема в ближайшие пятилетия будет решена нехватка педагогических кадров? Мне кажется, что нет. Нет, рано об этом говорить. Спасибо. Напоминаю, что это особое мнение Игоря Олина, директора школы в Акрушах, историка и блогера. И вот мы прервемся сейчас буквально на одну минуту, после чего еще немножечко об Олеге Казаковце. Просто хочется, чтобы вы прокомментировали установку такой программы, как программа «Директор», которую теперь все школы вроде бы как должны будут поставить. Для чего это и какие последствия, обсудим через минуту. Это особое мнение Игоря Олина, директора школы в Акрушах, историка и блогера у микрофона Светланы Занько. В прошлой программе «Дневной разворот», вернее, в сегодняшней программе, в прошлом часе, сенатор от Кировской области Олег Казаковцев сказал, что написал письмо в счетную палату в связи с тем, что теперь вроде бы как все школы должны установить программу «Директор», поставить ее, обновлять ее. Программа направлена на то, чтобы все оценки всех учеников наших школ направлялись в центр, наверное, для какого-то там анализа. Что удивило Олега Александровича и возмутило? Что в свете нехватки денежных средств сейчас, в том числе и на повышение достаточного уровня зарплат учителям, еще каких-то проблем, в том числе и социальные какие-то вещи, о которых вы говорили строительство, да мало ли чего еще, финансирование школ, нельзя сказать, что зашкаливает. Вот приходится ставить еще какие-то такие программы. Возник вопрос, насколько это экономически оправдано. Второй вопрос, мы что не доверяем больше учителям? Он озвучивает. И третий, а как будут защищаться персональные данные школьников? Что действительно есть такая программа, ее нужно установить? Ну, это федеральное требование, то, что каждый регион должен иметь региональную систему учета школьного контингента. И эта программа... Школьный контингент звучит, как, знаете, контингент колонии, честное слово. Ну, у нас такая терминология. И у нас в области этой программы занимается фирма Аверс. Это ее программа, она называется, вот эта информационная система «Директор». Суть ее в том, что там должны быть, действительно, каждая школа должна внести базу данных, кто у нее учится, кто в этой школе учится. Ну, и в будущем действительно предполагается, что там будут формироваться какие-то отчеты, оценки будут публиковаться и так далее. Я пытался разобраться со смыслом этой программы, то есть смотрел в интернете какую-то нормативную базу, для чего это делается, пытался понять цели и задачи, но, честно говоря, так и не понял. Потому что у нас несколько лет назад было принято решением, что каждая школа должна обзавестись электронным журналом и выставлять отметки в эти электронные дневники. Например, наша школа завела такой электронный журнал на портале «Дневник.ру». Мы там ведем школьный сайт, и это очень удобный механизм. Первое время мы совмещали электронный журнал с бумажным, потом решили отказаться от бумажного варианта, потому что имеем возможность распечатывать это по итогам каждой четверти, например, по итогам года, или в любой момент можем справку взять для ученика, какие отметки он имеет на тот или иной промежуток времени. Чем удобен этот ресурс? Можно работать и с рабочего места в школе, можно работать дома, он всегда доступен, он очень дружественный интерфейс, очень все легко и все понятно, и он бесплатный совершенно. Самое притягательное в нем, что он бесплатный. Учитывая то, что у нас никогда не хватает денег, то это, в общем-то, очень хорошая находка, я всегда считал. Сейчас нас фактически вот этим решением, ну так как один все-таки оператор должен быть в регионе, и выиграл, объявлялся определенный тендер, и выиграла вот эта фирма Аверс, нас обязывают создать параллельную вот эту систему. Мы создаем, мы снова базу данных создаем, потому что они несовместимы, да, то, что мы в дневнике занесли своих учеников, мы теперь такую же базу данных напечатали для этой системы Аверс, и у нас возникает вопрос, на кой черт нам ввести дублирование вот этой системы. Вот нам это не нужно, я не знаю, для чего это нужно в области, я думаю, знать, какие отметки там Вася Иванов имеет по тому или иному предмету, им тоже это не надо. Родители, если они захотят, сегодня с любого устройства могут зайти и посмотреть в нашем электронном журнале. Зачем эта информация в Москве, если они собираются совсем в школу, ну там есть, конечно, определенное объяснение, но это тоже непонятно. Я согласен, кстати, с вопросом, вот, с проблемой, которую тоже означает Олег Казаковцев, что там с персональными данными. То есть получается, что будет создана такая база данных все дети школьного возраста, непонятно, где эта база данных хранится, кто к ней имеет доступ и в конечном итоге, в каких целях она будет использована. Но мы видим сейчас, что хакерскими атаками там скрывают сайты даже демократической партии Соединенных Штатов Америки. То есть я думаю, для хакеров не будет сложностью и любой другой такой сайт, такой хранилище скрыть при желании. Поэтому, понимаете, вот мы говорим все время о нехватке материального ресурса. Есть еще более острая проблема. Главный-то ресурс вообще в человеческой жизни это временной ресурс, время. Мы должны ценить время, в том числе любого работника. И когда мы проводим какую-то реформу, и из-за этой реформы многие люди должны заниматься пустой, в общем-то, ненужной для них, она никаким нашим школьным целям не ведет. Она какие-то, может быть, решает другие задачи, нам не объяснили, может быть, это какие-то действительно серьезные государственные задачи, но нам не объяснили, поэтому я не знаю про них. Но мы тратим много времени на эту пустую, ненужную, на наш взгляд, работу. Вот это особенно печально. Ну, я еще добавлю от себя, что Олег Казаковцев насчет компании, которая является региональным оператором во многих регионах, высказал такое мнение, что вот когда организуются такие региональные операторы, и все должны под них подстроиться, тем более, если они платные, то тут не без чьих-то конкретных школьных интересов все это происходит. Не знаю, станете ли вы это комментировать, но сенатор отки раскрываете. Я просто могу сказать, что мы тратим, мы в этом году купили вот эту программу за 16 тысяч рублей. А, то есть покупают школы в итоге? Да, школы. Ну, муниципалитет нам выделяют деньги, и мы покупаем. Затем мы должны приобрести защищенный канал. Ну, там программа, я не совсем разбираюсь в технической стороне, там название Випнет, Даллас Лог, специальный антивирус, все это тоже были, вот сейчас мы приобретаем на сумму примерно 8 тысяч рублей. То есть, может быть, для одной школы, ну, вроде бы там сумма, скажем, не такая уж большая, хотя у нас нет 25 тысяч свободных, на что-то другое, да? Вот на это мы вымуждены тратить, потому что, ну, как обязаны это сделать. Ну, если учесть, что у нас 600 школ, то суммы, конечно, довольно серьезно уже получаются. И мне тоже кажется, что это не тот момент, когда в условиях нехватки средств мы вынуждены это делать. Но еще раз подчеркну, что это федеральное требование, там есть какая-то определенная дорожная карта, и обязаны делать что регион, что мы. Ну, неплохо бы, чтобы хотя бы объяснили, для чего толком. Напоминаю, что эта программа «Особое мнение», свое «Особое мнение» сегодня мы сказывает Игорь Олин. Следующий вопрос. Хочется, чтобы Вы прокомментировали судьбу письма, которые подписали 178 педагогов Кировской области и направили в органы государственной власти Российской Федерации. Это письмо было опубликовано, Ваш блог с этим письмом, цитата из этого письма была опубликована также на нашем сайте. Я процитирую только один блог. Мы считаем, что правительство Кировской области незаконно ухудшило материальное положение учителей и других педагогических работников, изменив нормативы подушевого финансирования задним числом, введя их не с начала нового учебного года, а распространив постановлением от 30 мая 2016 года на правоотношения с 1 января 2016 года. Последовало ли на это письмо ответ и в какой форме? Я скажу честно, что само это обращение, вот я лично как человек, я его, конечно, считаю абсолютно бесполезным, бессмысленным и лично я не надеюсь ни на какой положительный результат. Я занимался этим вопросом и участвовал в том, чтобы как-то распространить информацию с той только целью, что я очень уважаю людей, своих коллег, которые считают, что эту проблему надо было как-то озвучить, и именно они предложили, что давайте обратимся туда-то, обратимся сюда-то. Давайте поясним нашим слушателям, что произошло и почему считают учителя такая вещь, вот как изменение начисления задним числом вообще могла возникнуть. Ну, у нас нормативное подушевое финансирование школы. В зависимости от того, какое количество детей обучаются в школе, такое финансирование школы получают плюс коэффициенты, ну, в зависимости от тех или иных условий, например, сельская школа там и так далее. Там еще коэффициенты. И вот у нас действовали нормативы определенные. В последние годы мы просто привыкли к тому, что с 2009 года нормативы эти потихоньку-потихоньку, но они все-таки росли. Это мы не будем отрицать, и все-таки мы помним, что еще в 2008 году там 7 тысяч была зарплата, сейчас все-таки она стала побольше. Аж сколько? Ну, средняя зарплата, если верить статистике областной, она почти 23 тысячи рублей. Это с 7 до 23 выросла? Да, но я не совсем в это верю. Хорошо. Не знаю. Ну, может быть, где-то получает, я просто не могу. Я сужу по своему учреждению. Тогда вам грех жаловаться, что сказать. Так. И вот эти нормативы были установлены, с 1 января они действовали. Мы согласно этим нормативам выплачивали заработную плату. То есть мы ни в чем не нарушали закон. Мы ее выплачивали по мае, в июне выплатили. В июле мы узнали, что приняты новые нормативы. Но у нас в июле-августе отпускные месяцы у нас люди ушли в отпуск. Мы уже отпускные начислили по тем же нормативам. А в 30 мая было принято постановление, которое говорит о том, что нормативы пересмотрены. Примерно на каждого ребенка на тысячу рублей норматив был уменьшен. И эти правоотношения распространяются с 1 января 2016 года. То есть нам предложили пересчитать свой норматив с 1 января. Хотя уже за 8 месяцев все было выучено по старым нормативам. И мы оказались в ситуации, что, назовем так, перерасход в кавычках, например, только по нашей школе составил 620 тысяч рублей. А в целом фонд у нас уменьшился по школе на миллион. И понятно, что раз мы должны за оставшиеся 4 месяца вложиться в сумму, которая на миллион меньше той, на которую мы изначально рассчитывали... Значит, люди не получат зарплату за декабрь? Нет, чтобы они получили в декабре, мы и были вынуждены пройти тарификацию таким образом, что у нас средняя зарплата упала на 4,5 тысячи рублей по школе. Денег не было на зарплату в декабре, судя по всему. Посчитали, посчитали, посидели, поняли, что взять их негде и придумали интересный механизм. А это вообще законно? Мы обратились... Задним по числу. Мы как раз именно по этому поводу, мы понимаем, что, учитывая бюджет, правительство имеет право, наверное, норматив ввести с 1 сентября какой-то там, да? Может быть, и меньше. Почему нет, вроде бы, да? Но именно этот момент мы оспариваем сегодня в областной прокуратуре. Сегодня как раз у нас в школе работают представители областной прокуратуры, они смотрят на цифрах, что и как получилось. Поэтому мы будем ждать от них ответа определенного. А то, что вот мы обратились, вот эти 178 педагогов из 11 школ. Кстати, было очень много звонков из других районов. Звонили мне из Шабалинского, из Нагорского, из Белохолуницкого, писали и так далее. Районов они поддерживают, они тоже обращались, эти обращения, не знаю, куда там направлялись. Мы обратились... Ну, куда мы обратились? Оттуда. Я понимаю, какой-то оттуда ответ будет. Они спустят это обращение обратно на уровень региона, и, соответственно, мы получим тот же самый ответ, что уже получили от правительства области. Ответ, он, в общем-то, простой, что в связи с тяжелым финансовым положением регионального бюджета, возможности установить вот эти нормативы, те, которые были с 1 января, или не распространять их с 1 января, такой возможности у правительства сегодня нет. Ну, это все правильно. Нас заставляет же улыбаться, господин Медведик, денег нет, но вы держитесь, правда? А мы понимаем. Мы понимаем сложность ситуации. Это особое мнение Игоря Олина, директора школы Вакрушев, историка и блогера. Я хотела бы с вами поговорить немного об экологическом, как ни странно, воспитании школьников. Мы об этом еще ни разу не говорили в нашей студии, но в свете предстоящего года экологии 2017 хотелось бы, чтобы вы несколько слов о программах, которые существуют сейчас, образовательных, может быть, воспитательных программах в школах, касающихся экологии, но уже после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Игорь Олина, микрофон у Светланы Занько. 2017 год – это год экологии в России. Мы здесь просто несколько раз уже говорили об экологических программах города и понимаем, что в этой программе большие вопросы. Есть ли она вообще существует, ли непонятно, как взаимодействует, например, город и поселение, и школа в отношении экологии окружающей среды, и есть ли это взаимодействие. И задавались вопросом, на достаточном ли уровне сейчас в школе осуществляется экологическое воспитание школьника, и достаточно ли у них возможности, вот не только в теории, но и на практике, да, заниматься экологическим образованием. Как это сейчас всё выглядит, нам рассказали. Ну, во-первых, я поддерживаю, кстати, объявление различных таких акций, да, год кино, год экологии, год литературы был, это даёт возможность сосредоточить внимание на какой-то теме, всесторонне изучить, решить определённые проблемы. Я считаю, что у нас в Кировской области экологическое направление, вот именно по системе образования, оно достаточно развито. У нас эколого-биологический центр активно этим занимается, у нас очень много различных проходит конкурсов экологической тематики, смотры, конкурсы экологической и природоохранной деятельности, через, по линии отделов природоохранной деятельности идёт очень много конкурсов, и, в общем-то, эта тематика, она на протяжении всего года присутствует. Я вот, когда просматриваю входящую корреспонденцию, всегда отмечаю, что этих конкурсов много как на муниципальном, так и на областном уровне, и они серьёзно достаточно проводятся и приводят к неплохим результатам. Какие? Вот у нас в Солбатском районе, в сельские школы, они постоянно среди лидеров областных конкурсов постоянно побеждают школу Денисова, школа Бобина, очень хорошо звучит в этом направлении. Так как я в Бобино работал, то я представляю, что это за работа, да, то есть, ну, это всё, начиная с каких-то там субботников, да, с приборки определённой территории, начиная, да, со школьной территории, затем определённые акции, там, например, идёт Великорецкий крестный ход. Мы перед тем, что, как его принять в Бобино, да, мы проводили акции, опять же, раз гостей встречаем, то выезжали, например, в Подберёзы, там прибирали за дальнобойщиками поляну, где они мусорили, или у нас есть памяти природообластного значения, например, там, Чернушинский кордон или Сосновый бор, то есть, там проводили определённые акции. Сейчас я работаю в посёлке городского типа, да, Вахрушево. Там ситуация несколько отличается тем, что... Ну, у нас тоже есть, конечно, участок, участок есть, такой небольшой. При школе? Да, при школе, при усаде, и на уроках технологии, там ребята работают, и у нас есть летняя трудовая практика тоже. У нас большой, большая территория, три гектара, у нас два здания много. Ну, что сказать, вам повезло с этой территорией или не очень? Школьный парк есть, школьный сад есть. Хорошо это? Это хорошо. Но это, конечно, проблемно, это и трудно, потому что, раз она такая огромная территория, изгры это у нас не очень хорошая, да, там много людей проходит, много мусор как раз оставляют. Но я считаю, что вот очень правильно сейчас ставит вопрос министр образования Василиев, которая обратила внимание на то, что у нас правовый статус, вот этих летних работ, он какой-то совершенно неопределенный. То есть, по большому счету, школа внутренние решения принимает, да, на совете, например, школу, давайте там ребята пятого класса пять дней летом отработают на участке. А с другой стороны, никаких юридических оснований привлечь к их работе на участке сегодня нет. Если они откажутся, то никаких последствий для них не наступит. Поэтому я вот стал, видите, в сельской школе это менталитет жителей другой. Если школа сказала, что надо отработать пять дней, там единицы те, кто не придут. Даже если они есть, эти единицы, я вот, честно говоря, не помню, были ли те, кто не приходил и спорил бы на то, что не надо приходить работать на участке при школе. Наблюдая, например, ситуацию в поселке городского типа, я уже вижу, что, конечно, большая часть ходит, но это уже далеко не сто процентов, это, наверное, даже не семьдесят процентов, может быть, больше половины. И каких-то оснований у нас заставить там где-то работать, да, нет сегодня. Принудительный труд запрещен. Сегодня мы уставок везде прописали. Потом она правильно ставит еще вопрос о том, что у нас дети сегодня воспитываются, да, давно уже стали воспитываться такими барчуками. То есть не заставь их прибрать за собой, да, сегодня. Если мы раньше, у нас была в школу с печным отоплением, мы никакой проблемы не видели в том, что можно принести эти дрова, что когда-то нас привлекали их колод, работать на этом участке. Ветеранам мы ходили, помогали. То есть, как бы, ну, детский труд, говорят, сегодня использовали. Ну, какой уж больный это труд, да, там, час где-то поработать, ну, понять, что это такое, физический труд, что значит поддержать чистоту. Сегодня часто наши дети просто не понимают. Когда с ними начинаешь разговаривать о том, что вот, например, в фойе, тут вы дежурный класс, вот набросаны там какие-то фантики от конфет, давайте мы их подберем, под метем. Иногда приходится слышать, о чем будут заниматься тогда уборщицы. Сразу. Да, вот сегодня, сегодня менталитет людей такой, что это не мое, я не должен это делать. Хотя ведь известно всем, да, правило, что чисто там, где не мусорят, они там, где постоянно прибирают. То есть, если у нас все будут мусорить, а прибирают одна-две уборщицы, то всегда было грязно. Поэтому это очень правильно вопрос составит Васильеву. Это надо, вот это как раз из советского времени надо вернуть. А вот интересная вещь. У вас три гектара прилегающей территории, парк, сад и прочее. Раз уж вспомнили, как было в наши времена, в советском, да, в советском периоде, то мы прекрасно помним и экологическое воспитание, которое включает в себя так же, там, включало себя так же уроки биологии, когда мы высаживали растения на грядках, наблюдали, как они растут, что мне кажется очень актуально для городских детей, в особенности сейчас, которые не все вообще знают, как овощи появляются на свет. Вот у Вас, Вы счастливчики, у Вас есть такая штука, как грядки и уроки биологии на открытом грунте? Сейчас из программы школьной по биологии исключен вот этот полностью, полностью этот компонент, поэтому именно уроков биологии, чтобы опыты там ставили, как раньше это делали, да, и наблюдали. Вот этого нет. У нас в уроке технологии используются. Вот там мы работаем, потому что есть еще возможность, там, раньше мы использовали уроки сельхоз, труда, да, такая возможность было их вводить. Поэтому на уроках технологии вот эту пришкольную работу, ну и субботники, субботники еще используем. Ну это немножко другая направленность, и такое ощущение, что, знаете, порезали вот так, какой-то кусочек оставили, а цельно эта картина не образуется. И знаете, нынче себя поймал на мысли, летом я как раз в июле работал, и чтобы освободить педагогов, там с утра два-три часа посвящал как раз работе с детьми на участке. Ну и давал какие-то задания, там прополоть, что-нибудь там полить и так далее. И, ну, цветы растут. Я спрашивал детей, вот вы знаете, вот какие-то цветы. Меня удивляло, что современные дети, они вообще практически не знают растений. Хотя учебник, если по биологии открыть за шестой класс, там наворочены такие термины, такие понятия, что я, например, не представляю, что это такое сегодня. У нас определённый перекос ещё есть, да, мы пытаемся порой в школьную программу запихнуть какое-то огромное количество научных понятий, терминов, и ушли от того, что если мы биологию, например, изучаем, почему бы нам именно программы не предусмотреть и не простимулировать учителей, мотивировать их каким-то образом, чтобы они именно проводили эти уроки вот весной, там, осенью, летом, как раньше было, ставили эти опыты, да, выращивали определённые растения. Это, мне кажется, пользует больше. Поэтому то, что сегодня говорят, давайте кое-что вернём. Вот это забытое, старое, из советского периода, но то, что работало здорово, надо это вернуть. Угу. 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 И у нас остаётся буквально с вами три минуты. Я хотела бы, чтобы вы прокомментировали инициативу одной из активисток Народного фронта, Марину Ермоленко, это сопредседатель регионального штаба ОНФ в Балтайском крае. Она говорит, что необходимо при формировании бюджета предусмотреть средства на обеспечение школьников рабочими тетрадями. При этом подчёркивает, что она понимает, что и нехватка денежных средств в бюджете и так далее. Но, тем не менее, эти поборы нужно ликвидировать. И она обращается к коллегам, к правительству в Российской Федерации, к избранным депутатам с призывом во время рассмотрения утверждения федерального бюджета на следующий период обеспечить финансовую возможность исполнять закон о образовании Российской Федерации. То есть она считает, что закон предусматривает. Я бы, знаете, на это что сказал. У нас очень много стало каких-то популистских высказываний, таких благоглупостей, маниловских прожектов о том, что давайте это профинансируем, давайте хотя бы сначала выполним те обязательства, которые уже сегодня продекларированы и не исполняются годами. Мы ещё учебниками-то до сих пор не можем обеспечить, хотя тоже по закону давным-давно вроде положено. Острота проблемы, конечно, была снята, но все ресурсы последних лет у всех школ, они уходили на эти учебники. А у нас сегодня новые федеральные стандарты прописывают, что каждый класс в начальной школе должен быть оборудован мультимедийным, да, там должен быть проектор, интерактивная доска, там чего только не должно быть, там позиции. Несколько сотен, что у вас должно быть в этом кабинете в целом начальной школе. Учебные расходы на одного ученика сегодня в начальной школе составляют 550, так округлённо скажем, 550 рублей. Так у нас учебник сегодня по английскому языку стоит 900 рублей, а надо учебников с десяток, да, с десяток учебников. Рабочие тетради стоят, да, действительно, 2,5-3 тысячи рублей. Но за счёт учебных расходов мебель надо покупать, да много чего ещё, да. Школа должна обеспечивать весь образовательный процесс за их счёт. Так если мы даём 550 рублей, так вы определитесь, что на эти 550 рублей школа должна купить. Чтобы это не был какой-то безразмерный список, да, вроде бы деньги-то мы выделяем, но список-то безразмерный сегодня. Или, если мы говорим, рабочие тетради давайте покупать, кто против, давайте мы будем покупать, но вы тогда денег на это дайте, а то получается у нас только сплощные декларации. В общем, призываем товарищей воздержаться от таких реплик, да. И обратить внимание на ситуацию, которая сейчас требует немедленного решения. Спасибо большое. Это было особое мнение Игоря Олина, директора школы в Ахрушах, историка и блогера. Читайте блоги, кстати говоря, Игорь, у нас на сайте хакера.ру. Спасибо, что вы их так часто и пишете, глубоко прорабатываете темы. Это была программа особое мнение. Меня зовут Светлана Занькова. До свидания. До свидания.